Обработка юбочной молнии. Берем любую молнию. Она может быть с пластиковыми зубчиками, может быть с металлическими звеньями, может быть с пружинкой, как в данном случае. Это молния, которая не потайная, у нее зубчики не спрятаны, они всегда видны. Сверху имеет, как правило, либо металлические, либо пластиковые закрепки, и снизу тоже есть закрепочка. У нас достаточно узкая молния, узкий вариант. Для такой молнии мы берем припуск в 2 см. Если у вас будут зубчики побольше, то припуск можно увеличить где-то до 2,5 см для данного варианта обработки. Молнию убираем пока в сторону. На нашем изделии, на юбке, либо можно такой способ на брюках применить. Также ставим отметку, где у нас будет заканчиваться молния. Сверху у нас место пришивания пояса. Этот вариант именно для обработки под пояс. И низ нашей юбочки скалываем по отметке для пришивания молнии, сверху по линии талии и между нашими отметочками. Также мы скалываем по низу обязательно и только после этого распределяем иголки между нашими якоречками. Сшивать будем в 2 этапа. Первая строчка у нас сшивает нижнюю часть, основную на нашем изделии. Сшиваем стандартной длиной стежка 2-3 мм, смотря какая у вас толщина ткани, от отметки вниз с закрепочками обязательно. Выпускаем лапку, иголку, делаем закрепку и шьем. Ниточки после того, как прошили, обрезаем, чтобы было чистенько, ни в коем случае их не перепутать с какими-то другими нужными нам. Верхнюю часть от края припуска через линию талии и до отметки сшиваем самым длинным стежком. Можно немножко ослабить нитки, смотрите как вам будет удобнее, но выбираем максимальный стежок. Шьем без закрепки, от верхнего края четко до метки, внизу тоже не делаем закрепку. Можно один стежок немножко не дойти, чем перейти. Обрезаем ниточки, оставив небольшие хвостики. Теперь нам нужно этот шов разутюжить, либо работать без разутюжки, как вам удобнее, но я сейчас поутюжу. После того, как мы проутюжили, выровняли нашу юбочку, берем молнию. Сейчас на нас смотрит бегунок молнии и пружинка с лицевой стороны. Переворачиваем таким образом, чтобы бегунок смотрел от нас, то есть на ткань. На припуск можно снизу перенести отметку, где у нас заканчивается строчка основная. И теперь мы будем прикладывать молнию к левому припуску, при данном взгляде нашим. Только к нему металлическая закрепка будет проходить четко над отметкой, можно на 1-2 мм повыше. А сама молния будет располагаться таким образом, чтобы край зубчиков попадал примерно на строчку. Либо по краю зубчиков можно выравнивать в застегнутом виде, либо в расстегнутом состоянии наша молния должна быть на 1-2 мм в стороне от строчки. Выравниваем в закрытом состоянии, от низа отмечаем закрепочку, вплотную к строчке скалываем снизу вверх. Начинаем с изнаночной стороны припуска, выходим на тесьму молнии и с тесьмой молнии уходим дальше вниз. Это позволит нам шить по иголочкам. Дальше выравниваем оставшиеся участки, скалываем точно таким же образом. И будем пришивать. Этот способ удобен тем, что если ткань не очень скользкая, можно не наметывать. Если же ткань будет подвижна, припуск лучше сметать. И обязательно продублировать перед пришиванием молнии, чтобы он не растягивался. Меняем лапку со стандартной на универсальную для молнии. Ставим ее в левое положение. Она была смещена влево. И начинаем строчку от самого верха нашей ткани на расстоянии где-то 1-2 мм от молнии. В принципе, сама лапка позволяет шить на нужном расстоянии. Мы ее располагаем вплотную к зубчикам. И иголочка будет проходить там, где нам нужно. Пришиваем с небольшими закрепками. Иголки можно по ходу убирать. Можно шить по иголкам, если ткань не тоненькая. Делаем на конце закрепочку. Обрезаем нитки. С лицевой, с изнаночной стороны. У нас остались нитки на вспомогательной строчке. После этого, когда мы пришили нашу молнию, перегибаем молнию с припуском таким образом, чтобы припуск согнулся по строчке, а молния осталась ровной. После этого мы меняем положение лапки на правое. И нам нужно будет, начиная от верхнего края, прошить на расстоянии 1 мм от нашего сгиба. Это будет уже фиксирующая, декоративная строчка. И нужно ее сделать аккуратно. Если в первой мы могли немножечко ошибиться, то здесь нужно делать все аккуратно. Шьем закрепочками. Ниточки лишние подрезаем. Сверху, снизу. Все сразу удаляем, потому что вы потом в них запутаетесь. Теперь важный этап. Вторую сторону мы будем пришивать по-другому. Для этого вот в таком положении мы отворачиваем припуск и накрываем им молнию. Здесь припуска достаточно, нам его как раз хватит для обработки. Вот если будет пружинка, либо зубчики молнии побольше, то припуск лучше сделать сам по себе по ширине. 2-2,5 см. Теперь наша задача сделать так, чтобы припуск лежал ровненько. То есть в таком положении. Ни в коем случае не перетянутый. Вот таким вот образом, чтобы здесь образовывался тоннель, не перетянутый. Вот таким вот, в такое положение. Ровненько, аккуратненько скалываем наш припуск. Тоже можно снизу вверх сколоть по всей длине. И мы будем пришивать молнию снова обычной нашей лапкой для молний. Если мы перетянем, у нас в итоге получится некрасивый отход в сторону, либо наплыв, и вид молнии будет недоброкачественным. Меняем снова положение лапки и прошиваем с закрепочками близко к зубчикам нашей молнии. Мне удобно ощущать саму молнию с помощью лапки и пальцев. Если вам удобнее, то можете шить с изнаночной стороны, со стороны тесьма молнии. Это не принципиально. Сделали закрепку. Снова обрезаем все ниточки. И пойдем поутюжить. Теперь мы пойдем развернем наше изделие и приутюжим в том положении, в котором молния оказалась. После того, как мы пришили молнию, разутюжили ее, нам нужно отметить линию от строчки. Для этого мы берем либо линейку, либо любой шаблон. Здесь от строчка удобная в полтора сантиметра. У нас есть вот такой пластиковый шаблон. Одна его сторона четко равна полутора сантиметрам. Сейчас смещусь на стол. И размечу. Разметить можно тоненьким мыльцем, либо исчезающим фломастером. Четко по контуру. На одинаковой ширине от строчки. И нижнюю часть, которая идет под закрепочкой. И в стороне. Можно прошить по прямой, можно прошить на уголок. Мы сделаем сейчас аккуратный прямой угол. Для строчки. Теперь, оставив лапку универсальную для молнии, мы будем прошивать по нашей разметке, не натягивая ни в коем случае ткань, ровненько ее располагая. В начале мы сделаем закрепку. В конце закрепку делать не будем. Дошли до уголочка. Можно пройти вручную. Опускаем иголку в нижнее положение. Поднимаем лапку. Разворачиваемся на нужный нам угол. Опускаем лапку. И шьем до конца. Здесь тоже можно вручную дойти четко, чтобы иголка попала в нашу строчку. Поднимаем иглу. И врезаем ниточки. Теперь нам нужно заправить этот кончик. Для этого переворачиваем наизнанку нашу розовую ниточку, которая у нас была снизу. В челноке подтягиваем. Выглядывает хвостик коричневой нитки, которая была сверху. Мы вытягиваем с помощью иголочки. И завязываем узелочек. Кончики подрезаем. Если вам не нравятся хвостики, вы можете заправить их в иголку и спрятать внутрь припусков. Но это не сильно критично. Просто подрезаем, оставив 3 мм примерно. Теперь нам нужно удалить вспомогательную строчку, которую мы делали в начале. Здесь нам уже не подобраться к ней, поэтому рассекаем с помощью сниперов либо вспаривателя ниточки и подчищаем их. Ниточки мы уберем попозже. Ну, а что у нас получилось в итоге? Молния пришита ровненько, аккуратненько. Мы не парились с тем, чтобы выравнивать ткани на стыке, на тесьме молнии. У нас есть небольшой запас. Даже если молния чуть-чуть отойдет, у нас есть основная ткань, спрятанная под сгиб. И внизу есть закрепочка из металлического крепления, что не позволит разрываться вот этому концу, потому что он будет дополнительным ограничителем для самой молнии. Если мы расстегнем, молния у нас пришита аккуратно, красиво. Эти строчки нам совершенно не мешают, особенно если они в цвет.